Сидите вы или стоите, чего бы вы ни касались. Постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Это должно быть осознанным процессом. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Не то, чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом жизни. Садгуру, как оставаться верным своему партнеру в отношениях? Естественно ли любить кого-то, но в то же время испытывать сексуальное влечение к другим? Какой должна быть разумная линия поведения, которой нужно следовать? Или каким образом можно разобраться с этим? Видители, есть психологическая целостность, есть эмоциональная целостность, но есть также и биологическая целостность. Целостность не означает моральные правила. Целостность означает, что вы создаете такую ситуацию, которая будет работать для вас наилучшим образом. Когда мы говорим о целостности, предположим, я говорю, что в моем теле существует определенная целостность. Это означает, что оно обладает силой и устойчивостью ко многим вещам. Не так ли? Это не означает каких-то моральных ограничений для меня. Я хочу, чтобы вы понимали слово «целостность» именно в этом контексте. Мы говорим о целостности с точки зрения силы этой жизни. Тогда правда ли, что... Ты помнишь, как выглядела твоя пра-пра-пра-пра-бабушка, которая жила 10 поколений назад? Помнишь? Нет. Ну вот ее нос, прямо на твоем лице. Да или нет? Тело помнит. Не так ли? Тело помнит ваших предков, которые жили миллион лет назад. Да или нет? То, что вы называете своим телом, это куча из воспоминаний. Не так ли? Это же память. Вот ты из Непала приехала в Шелонг. Ешь много местной мегалайской еды, но черты твоего лица от этого не изменятся, потому что твое лицо помнит твою генетику, несмотря ни на что. Или ты начнешь есть, скажем, коровью еду или собачью еду, твое тело не запутается и не станет собакой или коровой, потому что присутствует эволюционная память. Делай, что хочешь, но она никогда не запутается. Не так ли? Если начнешь думать «я собака» и начнешь лаять, как собака, то тело все равно не изменится. Да или нет? Психически ты можешь измениться, но в теле присутствует настолько глубокая память. Все твое тело — это, по сути, определенная целостность памяти. Если оно потеряет эту целостность памяти, то ты увидишь, что оно станет уязвимым для многих вещей. Природа тела такова, что все, к чему вы прикасаетесь с определенным уровнем вовлечения, естественным образом впитывает в себя память об этом. Не умственно. Оно впитывает эту память физически. Традиционно в индийской культуре мы называем это рунанубанда. Слышали такое слово? Рунанубанда. Оно означает физическую память, которую вы накапливаете. Это можно увидеть в людях. Допустим, какой-то человек сядет где-нибудь у себя дома. Обычно вы можете заметить, что пожилые люди всегда хотят сидеть в одном и том же месте. Они не сядут где-то в другом месте. Замечали такое? Даже ваш пес, если он придет сюда и захочет сесть здесь, он понюхает там, здесь и после долгих поисков наконец расположится в этом месте. В следующий раз, если вы прогоните его куда-нибудь, он придет и сядет на то же самое место, потому что есть память. В настоящее время существует подобное оборудование для экспертизы. Если вы сейчас посидите здесь и уйдете, через два, три часа, восемь часов, если прийти, не с собакой. Собака может легко сделать это. Но если мы придем сюда с оборудованием для экспертизы и проверим это кресло, то узнаем, что здесь сидела именно ты, а не кто-то другой. Существует память. Сидите вы или стоите, чего бы вы ни касались. Постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Ты приехала из Непала. В Индии эта традиция жива. На юге в большей степени, на севере, возможно, постепенно ослабевает. Люди никогда не передают соль напрямую другому человеку. Вы знали об этом? Здесь тоже? Если кто-нибудь хочет дать вам соль, вы говорите, пожалуйста, положите ее туда, потому что есть определенные материалы, которые передают память гораздо лучше, чем другие. Соль, семена кунжута, лимоны. Если вы захотите передать их человеку, который живет радиационным укладом, он скажет, оставьте это там. Я потом возьму, потому что он не хочет формировать с вами рунану-банду. В Индии, если вы попытаетесь пожать руку кому-то из старшего поколения, они сделают вот так, потому что они не хотят создавать с вами рунану-банду. Потому что смысл в том, чтобы сохранить целостность памяти вашего тела таким образом, чтобы оно не стало уязвимым каким-то вещам, чтобы вы были очень целостной жизнью. Если вы хотите взрасти себя так, чтобы быть определенной возможностью, тогда вам нужно поддерживать целостность памяти. Вот что означает рунану-банда. Вы сокращаете свою физическую память до минимума. Сексуальное взаимодействие передает огромное количество памяти от одного человека другому. Так что, и не только в этом обществе, люди всегда видели преимущество в том, чтобы свести количество этой памяти к минимуму. Если вы сделаете эту память очень сложной, то увидите, что через какое-то время вам станет очень трудно просто испытывать расслабление и легкость. В жизни будет присутствовать удовольствие, но в ней не будет радости. Вы сами можете понаблюдать за людьми. Не нужно верить мне на слово. Вы можете понаблюдать за людьми. В их жизни будет удовольствие. Они могут смеяться все время. Если вы посмотрите на них, то увидите, что в них нет радости, нет легкости, потому что легкость пропадет из-за чрезмерной памяти. Это касается не только сексуальности. Есть много других аспектов, с которыми вы поступаете так же. Сейчас это часто можно встретить в западных обществах. Где бы я ни был, особенно в Америке, люди подходят и спрашивают, «Садхгуру, где мои объятия?» Я говорю, «Они, наверное, при вас? Почему вы решили, что они у меня?» Не то чтобы в определенный момент, когда чувствуешь близость к кому-то, ты обнимаешь этого человека. Все время нужно прикасаться к другим людям. Потому что современные психиатры анализируют такие вещи и говорят, что это от того, что люди не были в достаточном физическом контакте со своими матерями и родителями в раннем возрасте. Когда они вырастают, они постоянно хотят касаться другого человека. То, сколько физического контакта было с ребенком, когда он родился, окажет серьезное влияние на его жизнь. Это определит, как много физического контакта ему потребуется в дальнейшей жизни. Память о том, что младенец берет от матери за это время. Потому что до тех пор, пока ребенку не исполнится четыре с половиной года, во многих отношениях, с точки зрения энергии, он не отдельная жизнь. Он все еще связан с телом матери. На самом деле, если бы люди следовали природе, то они бы пили молоко матери и находились в контакте с ней до четырех с половиной лет. Таков был бы естественный процесс. Так что энергия не созревает. Чем больше памяти вы получаете в это время от вашей матери, тем сильнее и крепче становитесь. Но как только ребенок начинает отделяться и становится личностью, его жизнь самоорганизуется. Люди приходят ко мне и говорят, «Садгуру, можете благословить моих детей?» Первое, что я спрашиваю, сколько им лет? Если говорят 15, 16, 18, хорошо. Если им больше 21, я говорю нет. Потому что, если я благословлю тебя, благословение не перейдет к твоему ребенку. Ты все еще можешь эмоционально считать, это мой ребенок. Но с точки зрения жизни он стал чем-то совершенно отдельным. Считается, что жизненный цикл обычно составляет примерно 84 года или 1008 лунных циклов. Циклы Луны и циклы нашего тела очень тесно связаны. Мы родились только потому, что тела наших матерей были синхронизированы с циклами Луны. Иначе мы бы не родились, не так ли? Да? Таким образом, полный жизненный цикл насчитывает 1008 циклов Луны, что составляет примерно 83-84 года. Так что, если кто-то пересекает черту в 84 года, это считается полной жизнью. Первая четверть жизни — это единственное время, когда присутствуют родственные связи. После этого ребенок должен продвигаться, потому что с точки зрения энергии связать эти две жизни уже невозможно. И если вы не создали достаточной целостности в себе, тогда желание другого тела умножается. Несмотря на то, что гормональный пик может быть выше между 15 и 20 годами, после 21 года желание сблизиться и объединиться с кем-то возрастает, потому что вы как спутник, который отсоединился от станции. Вы оторвались от материнской платы. Теперь вы хотите к чему-то прикрепиться, если только не обретете достаточное количество целостности. Вот почему между 12 и 18 годами очень важно делать многосаданы для того, чтобы укрепить тело, чтобы вы не начинали отчаянно привязываться к чему-то или к кому-то. Если вы хотите найти партнера, это должен быть осознанный процесс. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Это не вопрос морали. Не то, чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом жизни. Если ваш приоритет — сделать так, чтобы эта жизнь развилась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Если вы хотите прожить эту жизнь кое-как и уйти, тогда ладно. Спасибо, Садгуру. Сожалею, если отбил все желание. Вы просто ответили на мой вопрос, Садгуру. Большое спасибо за это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok